МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утро Лоева мало похоже на утро крупного города. Здесь не увидишь вереницы стремительных автомобилей и вскакивающих в переполненный автобус людей. Утро райцентра, расположенного вдоль правого берега Днепра в месте впадения в него реки Сож, городка с героическим прошлым, богатой военной историей, начинается рано. Но оно размеренное и спокойное. И все же есть нечто общее в распорядке, то, что Лоев и крупный город объединяет. Чтобы утром народ не остался без хлеба, его и здесь, и там пекут ночью, и с рассветом развозят по торговым точкам. С лоевчанкой Ольгой Евграфовой мы идем от центральной площади по аллее парка и говорим о простом. Почему хлеб пекут по ночам и как на кирпичике появляется хрустящая корочка? Что в жизни главное? И почему молодая семья Евграфовых не смогла оставить малую родину? Вся сознательная жизнь моя и мужа прошла в Лоеве. Здесь очень знаковые события для нас случились. Мы учились вместе в школе в одной и венчались в этом городе, в этой церкви нашей. И наш ребенок родилась на свет здесь как раз таки. Поэтому есть особая любовь к этому месту. И, конечно, я могу и назову его родным. Мы сейчас с вами в парке находимся, но вот как раз таки на вот этом берегу реки нашей, вдоль, вдоль реки, и находится наш дом. И каждый день мы с ребенком на протяжении двух с полной лет ходили гулять на эту природу глядя, на эту реку глядя и расстаться с этим местом. Я даже друзьям об этом говорила. Они говорят, что тебя держат? Ну, е-мое, ведь там же и это, и это, и какая инфраструктура, и какие перспективы для ребенка. Я говорю, вы посмотрите вокруг. Вот как от этого можно взять и отказать? От этого воздуха, от этого вида. И вот это что-то такое, что словами не объяснишь, правда. Меньше года назад, как раз в период, когда были собраны чемоданы, получен участок в областном центре под строительство жилья, супругам Ольге и Владиславу Евграфовым пришла идея по поводу своей маленькой пекарни здесь, на малой родине. Речь шла о том, чтобы дать себе шанс жить здесь и дать Лоеву шанс быть своей жизнью. Потому что настолько тяжелым было расставание, ну что мы не смогли уехать. И поэтому мы даже не рассматривали других вариантов, чтобы быть в другом месте. Собрав нужные документы, Ольга и Владислав зарегистрировали свое общество с ограниченной ответственностью золота полей, взяли в аренду помещение, оборудовали пекарню, подобрали специалистов и приступили к изготовлению первых пробных партий хлеба. А спустя два месяца закрылся Лоевский хлебозавод. Ну вот, собственно, и есть наше кафе-пекарня. Куда мы сейчас с вами идем и посмотрим, как там у нас дела. Аромат свежей выпечки кружит голову, как только открываешь дверь. Нежная улыбка продавца Людмилы, приветствующей гостей, помогает забыть о том, что сюда ты заглянул просто за буханкой черного. Мы начинали как раз таки с хлеба. Самого основного, самого главного в том, в чем была необходимость. И я вам хочу сказать, что и тогда, и сейчас это было самым сложным из того, что нам приходилось делать. Поверьте, испечь каравай руками, сделать все украшения, розочки, цветочки, цифру, дату, надпись намного легче, чем испечь вот эту булку хлеба. Потому что здесь каждый градус в печи, каждая минута теста в тестомесе имеет колоссальное значение. И если на один градус температура будет больше, не получится того, того качества, которое люди хотят. Хотят и мякиш, хотят и корочку, хотят вот ту кислинку, хотят, чтобы влажность была в норму. Это крупные пекарные предприятия считают хлеб тоннами. Здесь пока учитывают единицы. 1450 буханок в смену, строго под заказ, черного и серого, с румяной корочкой аппетитного валаховского дорожного домашнего обеденного. Мука первого сорта, мука обдирная, соль, дрожжи. В составе, конечно, лежит закваска. Никаких добавок улучшителей. В этом и есть вся сложность. Мы не собирались иначе печь. Мы изначально руководствовались только ГОСТами. Ведь зачем изобретать велосипед? Есть то, что людям уже приори нравится. И люди хотят именно то, что нравится. Этот знакомый вкус, этот действительно вкус детства. Его по-другому, это, ну, правда, не громкие слова. Ведь это есть то самое. Ведь кирпичиков выпускают, наверное, всех ли промы. Да не, наверное, а всех ли промы республики. Но именно ГОСТ и именно этой рецептуры придержатся немногие. По словам Ольги, поднять этот пласт знаний, умений и навыков, технологических и маркетинговых, было на пределе их супругам возможностей. Было рискованно и страшно. И хоть у обоих высшее образование, у Владислава Техническая, у Ольги два гуманитарных и красный диплом, страх не сломаться на полпути присутствовал. Вдохновляла цель – обеспечить лоевчан любимым хлебом. Я люблю очень наш лоевский хлеб. Очень вкусный, напоминает вкус детства, как будто бы с печки. Всегда теплый, свежий. И выпечки очень много, мучной, булочек разных. Ассортимент очень большой. Кофе можно попить. Часто сюда захожу с подругой и пьем кофе. Лоевчанка Ирина Андреевич помнит, что в середине апреля 2019-го пробовала первую продукцию пекарни «Золото полей» – черный кирпичик и батон молочный. Тогда на прилавке было только два наименования. Сейчас 35 вариантов только сдобного белого. На выбор. Наряду с традиционными снежинкой и кренделем – ароматные новинки. Есть традиционные вещи, то есть наш хлеб любимый лоевский. Мы его не променяем ни на что. Наши стараемся пробовать новую выпечку. Они меняют, молодцы. Есть традиционные штруди с бананом. Это очень любим. Пока они полностью удовлетворяют наш спрос, нашего маленького храдочка. А если они будут развиваться, мы им, конечно, это желаем от души, то это будет еще лучше. Обратная связь всегда была важна для работников «Золото полей». Покупатели говорили, что бы им хотелось. И появились в кафе-пекарне кофе, чай и сдоба. В планах Евграфовых – обеспечить хлебом весь район, расширить ассортимент продукции, а в кафе-пекарне к лету оборудовать террасу. Имея надежную команду из 15 работников, замечает Ольга, планы эти мы осуществим. Человеческий фактор – это самый основополагающий момент, без которого не было бы, конечно, ничего. И с этого как раз таки все и начиналось. С поиска людей, с поиска добросовестных, ответственных людей, которые разделяют с тобой твою идею, твою цель, и которые отдаются этому настолько же, насколько отдаешься ты. И которым ты доверяешь, но иногда даже больше, чем самому себе. Ольга Евграфова надеется, что совместными усилиями они сумели сделать что-то для родного городка, для живущих в нем людей. Золото полей получило признание даже у жителей соседних украинских деревень. Они частенько приезжают за местным черным кирпичиком. Что уж говорить о лаевчанах, которые искренне желают семейному бизнесу Евграфовых воплощать в жизнь новые творческие хлебные идеи. Работаем под Испань. Соединяем первый вариант со вторым вариантом. Внимательно очень, потому что там подмена ноги будет. Внимательно смотрите, девочки. Первый вариант – танцуем с левой ноги. Второй вариант – правая нога. Мальчикам проще. Под Испань, какая поддержка, сразу встали. Внимательно смотрите, девочки. Не зная букв, человек не может писать. Не зная движений – танцевать. Хореограф сельского центра культуры и досуга деревни Передилка, Луевского района, Елена Ивахненко, за то, чтобы танцевальную грамоту и дети, и взрослые осваивали на проверенном временем и предками материале на народных бытовых танцах. Вот вы ушли немножко, видите, как хорошо, красиво. А вот здесь расстояние. Поняли? Вы передвигаетесь. Особенно, знаете, когда мы эти танцы на сцене показываем. Красиво же, когда каждую пару видят все. Настроение, во-первых. Во-вторых, не забывайте. Это парные танцы, да? Это что? Взаимодействие с партнером. За яркими впечатлениями, положительными эмоциями, за освоением традиций, наконец, за теплыми дружескими отношениями добро пожаловать в танцевальный коллектив «Фест», который существует в Передилке около 20 лет. Под руководством Елены Ивахненко танцевали родители этих ребят – старшие братья и сестры. А около 10 лет назад хореографическую эстафету приняли они. Мы где-то с 5 лет уже начали танцевать народные танцы. Сначала простые шаги, а потом уже начали развиваться. Вообще, я патриот своей страны, и поэтому я считаю, что все, что связано с культурой, это развивает нашу страну, как и танцы, так и пение. Поэтому мне это интересно. Вообще, я очень люблю двигаться, поэтому я выбрал эту секцию, мне очень нравится. Это интересно, это весело. Мы тут все общаемся между собой. Мы ездили на разные конкурсы, например, в Бирогине. Мы участвовали в Бирогине, в областном конкурсе в Итоке. В этом конкурсе мы получали призовые места. Все получили призовые места. Поводом для гордости жителей деревни Передилка, да и всего Луевского района, служат и многочисленные победы ребят, и их талантливый, энергичный, необычайно харизматичный руководитель. Елена Леонидовна Ивахненко немало времени посвящает любимому коллективу. Сама шьет сценическую одежду, вышивает рубахи, конструирует юбки и плетет пояса. Бывает и дарит эксклюзивные костюмы. Женский вышитый с поясом, например, недавно уехал в Киргизию. Там живет сестра Елены Татьяна. Эту коллекцию костюмов Елена Леонидовна создавала и создает, одна сорочка еще в работе, на протяжении девяти лет. Собирала информацию о традиционном луевском строе, импровизировала, заимствовала элементы из народных костюмов соседних районов и даже дополняла коллекцию предметами собственного гардероба. Вот парный костюм. Потому что здесь, заметили вы, да, они все разные. Это не ансамбль, это на пару делается. Это специально изготовлено было в 16-м году для Берегини. А самая старенькая кофточка, вот эта, я ее очень люблю, потому что мне было 17 лет, когда я ее вышла и в институте танцевала. Элементы костюма белорусского, это чипец, вот такой вот, мне сказали, в лове носили, я такой вот и отшивала. Кошуля, сподница, ну, у нас бабушка говорила, запонка. Вот. И нагрудник. Колоритные белорусские слова, сказанные Елене в детстве бабушкой, не были чужими и удивительными. Внучка ведь в Передилке выросла. Все каникулы вместе с сестрой проводила в Лоевском районе. Хоть родилась и жила в Казахстане. Мои родители уехали на Целину. Мама и папа там встретились, познакомились. Мы там прожили 30 лет. Ну, несмотря на это, ездила же в Передилку, все время, каждое лето ездила в Передилку, приехала, мужа себе нашла. Где всегда знакомишь? На той площадке. Вот. Ну, мы уехали, мы жили в Казахстане 30 лет. Ну, когда уже стали делиться, все республики отдельно захотели жить. Естественно, мы вернулись в Беларусь. Приехали. Вот мы с 91-го года здесь живем. Передилковский сельский центр культуры и досуга располагается в кирпичном здании советской постройки. На первом этаже, в актовом зале, танцевальные репетиции проходят в холодное время года. Когда на улице тепло, участники коллектива предпочитают оттачивать мастерство на открытой деревенской танцплощадке. Ну, а места выступления могут быть разными. От школьной сцены до площадок районного, областного, республиканского масштаба. И все же есть то место, где лявониха, краковяки под Испань у юных, но опытных артистов получается просто безукоризненно. Площадка перед школой. Получается, что в нашей семье все здесь учились. Мама училась, я училась, мой муж там учился, дети мои. Сейчас внук тоже ходит. И мы очень рады. Это у нас такой центр притяжения в нашей деревне. Поэтому здесь и гулять хорошо, и красиво так. И мы очень ценим и очень любим нашу школу. И мы очень рады, что она у нас есть. И такая она интересная. Ну, в нашем районе одна такая. На северо-восточной окраине деревни Передилка Луевского района на высоком берегу Днепра располагается бывший усадебный комплекс сутков, образец дворцово-парковой архитектуры первой половины XIX века. Архитектор, имя которого неизвестно, используя художественные идеалы классического стиля, удачно увязал имение и пейзажный парк с окружающим ландшафтом. Последней владелицей этого имения была графиня Барановская. После революции 1917 года ее семья эмигрировала в Канаду, но добрая память о ней на Лоевщине сохранилась. В бывшей усадьбе сейчас находится Сутковский детский сад средняя школа, которую посещают 77 учеников и воспитанников. А деревня, она красавица, она же мы ее очень любим вообще. И место хорошее такое, что Днепр рядом. У нас здесь все рядом. Поле есть, река есть, лес есть. Очень хорошее место, красивое. И вообще Беларусь красавица. Кстати, белорусский бытовой танец новый и уже модный тренд для тех, кто знает историю и ценит традиции. А учитывая то, что он очень динамичный, жизнерадостный, требует больших затрат энергии, то это очень хорошее занятие для поддержания отличной физической формы и прекрасного настроения. И самое главное, в чем хореограф Елена Ивахненко убедилась на опыте первых участников коллектива, что дети, занимающиеся танцами всерьез, более социально активные, раскрепощенные в жизни. Благодаря Елене Ивахненко родители ее воспитанников знают, где их дети. А дети знают, как танцевать, вышивать, вязать крючком, создавать куклы-мотанки и плести пояса. Ансамбль «Фест» и его руководителя Елену Леонидовну, кстати, инженера-строителя по образованию, часто приглашают на различные этнографические фестивали. Да она и сама старается выезжать, чтобы рассказать миру больше о белорусских традициях. Год назад давала мастер-класс по народным бытовым танцам в Кыргызском национальном университете в Бишкеке. Что же говорить о площадках в Гомельской области? Елена с удовольствием знакомит земляков с народным творчеством и выставляет сувенирную продукцию. Мы участвовали в конкурсе «Полотно Стагодзи» на празднике города Гомеля. И у нас была коллекция, называлась «Солнечное лето». Ну вот они очень пригодились. Вот такой хоровод кукол-мотанок. Причем это девичий хоровод. Плетение поясов на вертышках Елена Ивахненко осваивала с нуля. Постигала при мудрости, училась правильно привязывать основу и закреплять ее на себе. Представляете, стоит на выставке мастерица, привязавшись, например, к дереву или фонарному столбу и плетет пояс. Необычайное зрелище. Это получается очень красивый узор. Он двусторонний. Видите? Разный. Красивые мне очень нравятся такие. Следить за движением рук Елены Ивахненко, слушать этого удивительного человека, узнавая секреты сочетания цветов пряжи, назначение особенного элемента костюма одно удовольствие. Оказывается, в старину мужчине нельзя было показаться без пояса на улице. Это считалось оскорбительным и недопустимым. Я считаю, это очень хороший сувенир, если для кого-то кому-то подарить. И еще мне очень нравится сейчас модно сумки, если сейчас стали на таких вот ремнях. Очень комфортно. Так хорошо носить. Уроки народного творчества и хореографии всего, чем владеет Елена Ивахненко, это действительно кладезь информации и положительные эмоции. Мастеру-хореографу из деревни Передилка и ее воспитанникам не раз признавались коллеги и зрители. Вы умеете поразить, удивить, порадовать. И каждый участник коллектива Фест знает, что эти слова знаковые в оценке их творчества. Лоевский педагогический колледж как теплый добрый дом. Здесь принимают радушно учащихся их родителей, выпускников и просто гостей. Здесь знают свою историю длиною более чем в полвека и чтут традиции. Здесь работают наставники с великим запасом знаний, опытом, накопленной годами мудростью. Они готовят учителей, тех, кому суждено учить всю жизнь и самим учиться. Итак, намечаем композицию натюрморта. Главным связующим звеном здесь является кувшин. О том, как правильно передать соотношение частей кувшина, увязать в единую композицию несколько предметов и учесть направление света, эти ребята узнают от любимого преподавателя Елены Келочицкой. Есть матовые, есть предметы с бликами. Какие предметы с бликами будем передавать? Она тоже училась в этом колледже. Правда, тогда это было педучилище. Помнит, как в 1994 году здесь впервые открылась дополнительная специализация «Творческая деятельность», как ловила каждое слово любимого преподавателя ИЗО Александра Михайловича Лапицкого. Любила сидеть поближе к преподавателю, всегда стремилась, чтобы спросить у него первой. А сидела вот здесь и как-то он подошел ко мне и сказал «Леночка, у вас есть нечто коровинское?» Я не знала, что есть такой художник и не знала, что это комплимент тогда. И только спустя лет пять узнала, что это был комплимент. А покраснев и смутившись, я продолжала рисовать дальше. Живопись, графика захватили Елену настолько, что получив диплом учителя начальных классов в Лоеве, она поступает в Витебский государственный университет имени Машерова с целью научиться рисовать по-настоящему и преподавать в дальнейшем любимую дисциплину. Сегодня уже выпускники и учащиеся Елены участвуют в конкурсах, лепят, пишут пейзажи, натюрморты, случаются и ее портреты. Я вот храню этот портрет, живописный этюдок, варельный, который был нарисован с моей фотографией. Думаю, что достаточно удачный. А сама Елена убеждена, дополнительная специализация, ее педколледж предлагает на выбор, изо, музыка, физкультурное направление, экологическое воспитание, логопедия значительно расширяет профессиональные горизонты выпускников. В фойе педагогического колледжа постоянная экспозиция работа. Директор Раиса Васильевна Коляда вместе с воспитанниками знакомится с новыми экспонатами. Здесь пейзажи, портреты учащихся Елены Келочицкой. Вышивки, вытянанки, плетеные изделия подопечных Инны Шумигай. Преподаватель декоративно-прикладного искусства вместе с коллегой Еленой Келочицкой более 25 лет открывают и развивают способности своих воспитанников. Мы поддерживаем друг друга, подсказываем друг другу, и тем более, что у нас направления разные. У Елены Владимировны живопись, графика, скульптура. Мое направление работы в большинстве своем – это декоративно-прикладное искусство. Это плетение, вытянанка, вышивка, бисероплетение, соломоплетение. Педагогика и искусство, семья и живопись стали неотъемлемой частью жизни Елены Келочицкой. Она родилась в деревне Крупейки, что в пяти километрах от Лоева, в семье, где почитаются уважение, труд и творчество. Лоевская земля – край людей щедрой души, ярких талантов, неутомимых тружеников. Люблю труд. И даже позволю себе сказать такое слово – ненавижу лень. Труд и воспитывала сама трудом, и своих детей воспитываю тоже через труд. Поэтому все успеваю, не успеваю только тот, кто не хочет. Если человек хочет чего-то добиться, он обязательно этого добьется. И те грани и возможности, которые он достигает, он сам перед собой их ставит. Елена Келочицкая не только учит детей, пишет картины, но и вместе с супругом, который всячески поддерживает ее творчество, воспитывает троих потрясающих сыновей. Когда дети были маленькие, пейзажи, натюрморты, писала по ночам. Детские портреты стали логическим продолжением ранее пройденного творческого пути. Сегодня ее первенцу Владимиру 20, Николаю 14, Алексею недавно исполнилось 9. Они вместе с отцом восхищаются талантом своей мамы и дарят ей вдохновение в реализации новых проектов. А когда были маленькими, помогали разрабатывать даже своеобразные методические пособия. Есть разные этапы развития детского творчества. Это каракули, формообразование, головоног, детские схемы. Ну и в последующем творческий период. Так вот, на этапе формообразования он нарисовал очень интересные работы. Они настолько были разнообразные и необыкновенные, что я задумалась над тем, если бы была у меня возможность, я бы его работу представила на какой-то выставке. Вот для осмысления даже взрослому человеку было бы интересно заглянуть в этот мир. И теперь эти работы тоже имеют свое место. Они являются творческим пособием на уроках, когда мы проходим с учащимися нашего педагогического колледжа стадии развития детского творчества. Она любит весну, ее краски и журчание ручьев и видит прекрасное в тяжелых осенних туманах. Случается результатом одной семейной прогулки становится сразу несколько пейзажей. Елена признается, наша природа западает в душу. Это среда, в которой подобно цветам раскрываются наши таланты. Люблю свою землю, уют маленького городка и с особым трепетом переношу их на картины. Самыми знаковыми местами нашего небольшого городка и вообще нашей ловщины это, конечно же, слияние рек Днепра и Сажа. Граница с Украиной, с нашей соседкой Братней. Ну и исторические места это Аллея Героев, Монумент Славы или Обелис, как мы его называем, Красная Гора в деревне Крупейки, где есть памятный камень, тоже в честь форсирования Днепра. Он также есть на одной из моих картин, правда, она сейчас находится в городе Побеля на выставке. Для каждого человека, в каком бы уголке земного шара он не родился, язык, культурные традиции и краски родных мест, мудрость предков, неоценимое богатство. Елене Келочицкой посчастливилось родиться на Лоевщине, поэтому так трогательно звучит в ее картинах признание любви к своей малой родине. Редактор субтитров А.Семкин